Когда мы говорим «Игорь Белый», мы подразумеваем «Гиперион». Когда мы подразумеваем «Гиперион», мы говорим «Игорь Белый». Прискуска к тому, что концерты Азии Плюс, проекта Азии Плюс в Москве в основном проходят именно под гостеприимным кровом книжного клуба магазина «Гиперион». И Игорю Белому за это огромное спасибо. Пожалуйста. За то, что нас сколько лет? Лет 6, наверное, или 7 привечают. Помогают нести культуру в массы не только подобными концертами, но и возможностью продажи у них наших азиатских дисков, книг. В общем, Игорь Белый. Да, а еще он пишет песни. И музыку пишет, и слова сам пишет. Вот молодец. Такими словами, как я сейчас процитировал, встретил меня однажды знаменитый композитор Шаинский на каком-то кошмарном конкурсе. После этого меня очень долго троллили мои друзья. Потому что Шаинский, кто его видел, помнит, он такой маленький, он такой живчик, он бегает, ручками вот так делает, везде во всем участвует. И вот меня нелегкая понесла в какой-то конкурс. Я там вышел, выступил, и потом Шаинский, сидя в жюри, он так и музыку сам написал, и слова сам написал. Какой молодец. Я не знал, куда провалиться от этого всего. Ну, вот такая память об этом гениальном композиторе. Ну, я вовсе не это хотел сказать. Я хотел своих песен попеть. И начну я с песенки, которая называется «Карманный ангел». Кто прячет секреты в грухих закромах, А кто под подушкой иссится? А я ничего не скрываю в потьмах, Мне не интересно таится. Но тайну мою даже при свете дня Никто никогда не узнает. Мой ангел в кармане живет у меня И тихо на флите играет. Уже больше года в карман Не возьму предмет тяжелее пушинки. Туда я вколол для комфорта ему Иголку от швейной машинки. Смывает ли дождь городские огни Или кружится снег постоянный? Отныне в году лишь погожие дни Со мною мой ангел карманный. Он так отзывается в жизни моей На каждый особенный случай. Любая удача теперь веселей Под звуки мажорных трезвучий. Не ладится дело, болит голова, Иль почта давно не приходит. На флите барочной тоскливая фа Карманы мой ангел выводит. Вчера поздно вечером я повстречал Знакомого мне музыканта. В пустом переходе метро он играл Негромко на флете анданте. Скажи мне, кому ты играешь сейчас? Какой ожидаешь награды? Ответил он, скоро экзамен у нас И мне репетировать надо. И вот я остался опять одинок, Иголка ржавеет в кармане. Я знаю, что мир наш имеет свой срок И существовать перестанет. Расколется небо, сметут города Небесного воинства фланги. И в громих труб я услышу тогда, Как славно играет мой ангел. Пам-парарам, парам-пам-пам. Спасибо. Следующая песенка будет называться «Болото». Разные люди... Вот я эту песню исполняю довольно давно. Она там 90-х годов. И многие люди там потом ко мне приходят И спрашивают, скажите, Игорь Белый, Это ведь вы про наше болото написали, да? Ну, в смысле там какое-то там Костромское, там Владимирское. И я сначала говорил, да, да, это про ваше болото. И люди так радовались. А мне было стыдно. Потому что это совершенно не про какое конкретное болото. Это просто образ природы. Осенний, красивый. И если я сейчас подстрою гитару, Вы его тоже услышите. Секунду. Итак, песня «Болото». Выходи на закате из леса, а там Одинокий болотный стареющий храм, Я его никому не отдам, да никто и не просит. Загляни мимоходом, как тропка легла, А чтоб долгую зиму хватало тепла, Помни, как над болотом плыла. Одинокая просит. Если есть водяной в этих гиблых местах, Он сидит вечерами у лета в гостях, Убеждает забыть о делах и бьет шапкою озень. А когда лето спрячется в лисью нору, Водяной вместе с лешим стоят на юру, Чтобы ночью на стылом ветру Встретить новую осень. И болото затянется корочкой льда, Под которой неслышно таится беда Для того, кто однажды сюда Заглянул мимоходом В эту бурую землю тоски и вины, Где восходы редки, а закаты красны, Где болото с одной стороны, А с другой не болото. Моего прадеда звали Навтул Заславский. Я никогда его не видел в жизни. Бабушка только рассказывала, Что вот ее отец, мой прадед, У него был очень красивый сильный голос, И он пел иногда вместо кантора в синагоге Он сам кантором не был, Но его приглашали заменять. И эта песня посвящается моему прадеду Навтулу Заславскому. Он погиб в Уссоль-Лаге в 1939 году. Ему кричали, ну спой Навтул, А он лишь руками махал, До Соликамской тюрьмы дотянул, И из нее не сбежал. Куда бежать, если всюду смерть, За ним шагает косой грозе. А здесь так жалобно просят спеть, Будто без песен нельзя. А здесь так жалобно просят спеть, Будто без песен нельзя. А где же твой голос, Ответь Навтул, И что ты делаешь здесь? Как в синагоге ты ретянул, Город запомнит весь. Горели свечи, блестел атлас, И служка читал о году. И славно вспомнить об этом сейчас В 1939 году. И встал Навтул, и кашель пропал, Борода как смоль, а лицо как мел. И пел он так, как когда-то певал, И как никогда не пел. Он слышал гомон больших площадей, И голос его не дрогнул ни стих. Как он видел дочек своих дочерей, Сынов, сыновей своих. Он пел и видел, как брата брат Предаст, не меняясь в лице. И как карательный ждет отряд Учительницу на крыльце. Грядущая крови своей из страны Открылась ему наперед. И кто в Канаду сбежит от войны, Кого саркома добьет, Он видел далекие злые края Меня в толчье метро. А рядом дыхание затая, Молчал Слекамский острог. Так жаловно просит, ну как не помочь, Без песен нельзя, да брось. И билась ночь, и курилась ночь, А утро не началось. И билась ночь, и курилась ночь, А утро не началось. И билась ночь, и курилась ночь. Спасибо. Следующая песенка называется «Ушедший в ночь». И написана она по мотивам Разных не самых веселых событий, Которые были в Москве в девяносто третьем году. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, Провожать свое счастье, Свое глупое счастье в прозрачных детских сережках. Если вам повезло провожать его именно ночью, Возвращайтесь обратно, держите на наше окошко. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, на свои баррикады. Там на тех баррикадах темно, ничего не понятно. Перепутайте, где своя сторона, где чужая. Велика ли беда, возвращайтесь, а лучше, обратно. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, за дешевым портвейном, Потому что всего ничего нам от ночи осталось. Потому что не этим портвейном живы единым, А любовью, которую все принимают за жалость. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, Провожать свое счастье на свои баррикады. Возвращайтесь, ушедшие в ночь, на свои баррикады, За дешевым портвейном. Провожать свое счастье на свои баррикады. Спасибо. Попробую спеть самую новую песню, Которой даже месяца нет. Влажать, конечно, буду. Но если не петь с разных сцен, Повсюду не обкатывать, она не выживет. Называется эта песенка «Тайная Москва». Тайная Москва Дышит теплым ветром И кидает пух в облачный простор. Ты не отставай, Через двадцать метров Есть один проход, Дивный старый двор. Следуй за песней зяблика, Что отражается от домов. Там на конце характерный розчерк, Не спутать его ни с чем. Скрытый пикет коллектора, Стрелка из огоньков. Дальше сигнал теряется, Впрочем, нужен ли он вообще? За руку держись, Так у вас не ходят. Это как лучи Резкой темноты Этот слой закрыт, Этот слой свободен. Копья и трава, Пильзы и цветы. Следуй за песней зяблика, Что отражается от домов. Там на конце характерный розчерк, Не спутать его ни с чем. Вскрытый пикет коллектора, Стрелка из огоньков. Дальше сигнал теряется, Впрочем, нужен ли он вообще? Здесь меня никто Нынче не узнает, Дальше ты сама Вместе ходу нет. Золотой божок На стене сарая Ловит на крыло Предвечерний свет. Следуй за песней зяблика, Что отражается от домов. Там на конце характерный розчерк, Не спутать его ни с чем. Вскрытый пикет коллектора, Стрелка из огоньков. Дальше сигнал теряется, Впрочем, нужен ли он вообще? 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 На горе Синае, как все было знаю, Моисей разбил скрижали, видимо, со зла. Нес обратно снова, Не хватало слова, Заповедь не бойся, Раньше там была. Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то млечен, Что-нибудь из Джотосена в голове. Да не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. Мир наш, где мы гости, Очень узкий мостик, Как же нам отсюда Перебраться туда? Никуда не деться, Есть одно лишь средство, Надо не бояться Просто никогда. Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то млечен, Что-нибудь из Мерзаяна в голове. Да не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. Фигу всяким бедам, Если страх не ведом, Разве вместо неба Твердый звонкий свод? Развернем весною Крылья за спиною С вертикальным взлетом И вперед! Что ни дом, то вечен, Что ни путь, то млечен, Что-нибудь из Щербакова в голове. Да не считать излишне, Жизнь на вкус, как вишня, У меня еще в запасе две. У меня еще в запасе две. Спасибо за внимание. Спасибо сцене Азия Плюс.